Ну, кто-то говорил, что вроде отключают, отменили вроде бы. Нет, никто не отменял. А о таком правиле вы знаете? Когда есть пробел в знаниях, проще всего выбирать именно такие варианты ответов. Получить отлично не выйдет, но вдруг экзаменаторы из жалости поставят удовлетворительно. Или, как в случае с рейдом, автоинспекторов могут на первый раз простить нарушителя. Сегодняшнее мероприятие направлено на профилактику детского дорожного транспортного травматизма и в целом на выявление нарушения ПТД водителя. Основным видом нарушения, которое сегодня выявляется на сегодняшнем мероприятии, является нарушение правил пользования внешними световыми приборами. А именно выявляются водители, которые не используют при движении транспортного средства ближний свет фар или дневные ходовые огни, что предусмотрено пунктом 19.5 правил дорожного движения. Полицейские объяснили, почему соблюдать данное требование действительно необходимо. Издалека не всегда заметно, движется автомобиль или нет. Может, он припаркован у обочины. Поэтому включенный ближний свет как бы дает знать пешеходам и другим водителям, что транспортное средство приближается. Для соблюдения данного требования может послужить опознавательным знаком того, что транспортное средство, которое находится вдали, для них будет более лучше видно. Как показал рейд на улице Парковой, большинство автомобилистов помнят о необходимости соблюдать это правило. Но далеко не все. Забывчивость или незнание тому виной непонятно. Но в иной ситуации подобная оплошность может привести к трагическим последствиям. Тем более, что после летних каникул на улицах Черкеска значительно увеличилось количество пешеходов. Малолетних пешеходов. Стражи порядка просят водителей быть очень внимательными на дорогах региональной столицы. Еще один рейд полицейские провели в отношении перевозчиков. Ранее мы не раз рассказывали о претензиях горожан к состоянию общественного транспорта. С тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Однако, как показывает практика, проверки необходимы, чтобы водители и руководители автотранспортных предприятий лучше чувствовали ответственность за свою работу. Особое внимание уделяем транспортным средствам, чтобы они находились в надлежащем виде. Чтобы конструкция соответствовала требованиям безопасности дорожного движения. То есть, чтобы никакие изменения в конструкцию не были внесены. А также, чтобы транспортное средство находилось в чистом, опрятном виде. Напоминаю вам, при перевозке пассажиров, чтобы обращение было вежливое, тактичное, не курили за рулем, не отлежали, чтобы ваше транспортное средство было в надлежащем образе. Чтобы вот такой частоте вы всегда его содержали. Водители должны понимать, что они в ответе за жизни и здоровье своих пассажиров. Впрочем, и клиентам необходимо помнить, что они тоже могут стать причиной создания на дороге аварийной ситуации. У меня остается 5 метров. Если не заторможу, то я эту машину собью. Получается, ДТП будет. И в этот момент у меня люди уже встают и идут. Хотелось бы у пассажиров попросить, чтобы они до последнего, до полной остановки автомобиля сидели. И деньги потом, как говорится. Здоровье вперед, деньги потом. Некоторые готовы говорить о нехватке тех или иных маршрутов. Но это чаще люди преклонного возраста, которым порой довольно сложно преодолеть пешком лишние сотни метров. Впрочем, большинство пассажиров устраивает любое состояние общественного транспорта. Главное, чтобы довез до места. Остальное не столь важно. Артур Махцемиха, Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.